Здравствуйте! В эфире «Арсенал» в студии Владимир Бурко. В белорусской армии продолжается проверка боевой готовности. В ходе экзамена и запаса призваны сотни военнообязанных, в том числе в дымовое подразделение. О том, как восстанавливаются армейские навыки, в репортаже наших корреспондентов. Маскировка – один из важнейших элементов боевого обеспечения. Войска максимально прячут себя от чужих глаз. Незаменимое средство в этом деле – специальный дым. Укрывать им важные объекты и учатся в эти дни военнообязанные. В рамках проверочных мероприятий сейчас с дымовым батальоном проходит тактика специальной подготовки. Тема боевого ослаживания отделения – расчеты. Личный состав отделения восстанавливает и совершенствует свои навыки по разуме маскировки объектов. На тренировке особое внимание уделяется маскировке площадок хранения боеприпасов. Всего в проверке задействовано более 20 дымовых машин. С их помощью можно скрыть даже небольшой городок. Было приятно окунуться в эту атмосферу. Забылось много, но, как говорится, руки помнят. Пришлось сесть и книжки кое-как я почитал. И знаете, все получилось. Как бы вышли в эфир и настроились. И, в общем-то, довольно неплохо. Алексей Иванов на нынешнем сборе – связист на командном пункте. От его четкой работы во многом зависит управление подразделениями. Я в армии отслужил 6,5 лет. Оставался два раза на контракт. Первые два года и вторые три года. Ну и, конечно, с этими друзьями, которыми служил на контракте, мы встречаемся сейчас. Коллектив отличный. Кухня нормальная. Мне очень сильно повезло с моим подразделением. Все ребята серьезные, ответственные. Военнообязанные призваны в батальон из Стародорожского и Слудского районов. Совместная работа быстро сплачивает коллектив. В армии происходит большая очень сплоченность. Потому что в одиночку очень тяжело преодолевать все трудности, незгоды. А тут получается как брат за братом. И когда помогаешь другим, они помогают потом тебе. Алексей Гусаров в гражданской жизни слесарь аварийной газовой службы. Регулярно выезжает оказывать срочную помощь населению. В армейском строю действует также активно и уверенно. Машину к дымопуску готовят за считанные минуты. Личный состав использует штатное вооружение и военно-специальную технику ТДА-2К. Возможности дымовой машины по разольной маскировке объектов до одного километра при оптимальных условиях. Пелена дымовыми комплексами создается настолько плотно, что сложно рассмотреть предметы на расстоянии одного метра. Вести прицельную стрельбу в таких условиях невозможно. Штатными средствами, дымовыми шашками определяют направление ветра и производят расчеты по разольной маскировке указанного объекта. Они должны определить размеры, площади участков необходимого разольной маскировки и, соответственно, выполнить задачу. Каждый расчет сдает сразу несколько нормативов. На следующем этапе подготовки подразделение совершит марш и отработает вопросы повышения живучести войск на одном из полигонов в Брестской области. В эфире «Арсенал» о новостях армейской недели в информационном обзоре программы. На уходящей неделе состоялся официальный визит начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артака Давтянов в Беларусь. В ходе встречи с министром обороны Андреем Равковым и начальником Генерального штаба Олегом Белоконевым стороны обсудили вопросы состояния международной и региональной безопасности и двустороннего военного сотрудничества. Тема сотрудничества получила продолжение во время пребывания в Минске военной делегации из Москвы во главе с заместителем министра обороны России Татьяной Шевцовой. Ключевая повестка — финансовое обеспечение вооруженных сил. Подведены итоги командно-штабного учения вооруженных сил. Сентябрьские маневры стали этапными в строительстве целого ряда направлений системы военной безопасности. Экзамен позволил уточнить основные векторы подготовки войск, оценить эффективность новых тактических приемов и принимаемые на вооружение боевой техники. В Беларуси началась призывная кампания. В армейский строй осенью встанут около 10 тысяч молодых людей. Отправка войска нового пополнения начнется 15 ноября. А 15 декабря новобранцы примут военную присягу. Силовая компонента организации договора коллективной безопасности демонстрирует высокую эффективность. На полигонах Казахстана разведывательные подразделения армии стран-участниц ОДКБ в ходе учения «Поиск-2018» локализовали вооруженный конфликт. Информацию руководству коалиционных сил передал белорусский разведотряд. Вместе с ним в очень непростой обстановке работали и мои коллеги Константин Гагарин и Александр Питкевич. Учение «Поиск» перешло в горячую фазу. Только что белорусское подразделение получило учебно-боевую задачу для ее выполнения. Разведчики будут переброшены за несколько десятков километров от лагеря. В рейд отправляется и съемочная группа ВНТВ. Разведотряд с приданным расчетом беспилотных комплексов использует вертолеты армии Казахстана. Ми-8 белорусам давно знакомы. То же самое можно сказать и об условном противнике, незаконных вооруженных формированиях. Задача была следующая. Поиск ДРГ и НВФ в указанном районе. Мы используем опыт Афганистана, Северного Кавказа, Российской Федерации. Мы были к этому готовы. Готовы, так всегда говорят в разведке. На самом деле сейчас впереди у отряда сплошная неизвестность, которую подчеркивают в месте приземления непривычная глазу горы. Десантирование проходит посадочным способом. Вертолеты подразделения покидают в считанные секунды. У разведчика не только должна быть отличная физическая подготовка, но и моральная, в первую очередь психологическая. Должен быть внутренний стержень, который позволяет выполнять любые поставленные задачи. Оценив обстановку, командир разделил отряд на две группы. В одной специалисты от западного оперативного командования, в другой от северо-западного. Теперь каждому подразделению по своему маршруту необходимо совершить марш в район поиска. Особая ответственность у головного дозора. Я двигался в головном дозоре по ходу марша и работал в основном как наблюдатель. Осматривал склоны, горы, поселения. Если вдруг что-то подозрительное, подается команда группе «Стой!» рукой. Раз. Группа на колено, занимает правую оборону до момента, пока не убедишься, что все хорошо. Впереди разведчики обнаружили подозрительную машину. Вся группа сейчас остановилась. Решено идентифицировать объект. Тревога оказалась ложной. За рулем местный житель. Группа продолжает движение. Тысяча метров над уровнем моря уже преодолена. Разведчики работают на довольно серьезной высоте. Вот уже видны горы с заснеженными вершинами. В том направлении мы сейчас и пойдем. На марше подразделение, в зависимости от местности, постоянно перестраивается и избегает открытых участков. Большие припады высот. Боевой порядок стоялся таким образом, чтобы была зрительная связь. Обязательно. То есть удаление головного дозора, любого органа, выделяемого из группы, на зрительные связи, потому что связь не всегда работает. Радиосвязь со штабом в горах неустойчивая. Радистам приходится буквально попотеть, чтобы услышать ответный сигнал. Беркут, Беркут, я заря, прием. Затрудняется проход, связи с горы на гору. Здесь они очень близко друг к другу. Выйти на эту гору и отставать от группы тоже нежелательно. Позади уже с десяток километров под палящим солнцем, с грузом за плечами в десятки килограммов. Каждый специалист работает с высочайшей степенью концентрации внимания, которого нашей съемочной группе явно не достает. Вот только что разведчики сделали нам замечание. Наша съемочная группа возобновалась на хребет, чем демаскировала все подразделение. Со временем усталость, кажется, проникает во все клетки организма. Благо, нет проблем с водой. Ее пьем прямо из горных рек. Температура совсем-то другая. Днем очень жарко, дышать вообще практически невозможно. Ночью просто холодно, на безумие. Слаженность всей группы. Подбадривали друг друга. Не давали подникнуть. Вот так вот и справились с поставленной задачей. На одной из высот разведчики принимают решение основательно осмотреться. Самое время применить электронные глаза. На маршруте стало встречаться все больше подозрительных объектов и субъектов. Командир решил использовать средства воздушной разведки. Сейчас к взлету готовится беспилотник «Москит». Этот дрон способен находиться в воздухе до 35 минут и развивает скорость до 120 км в час. В Казахстане аппарат отечественного производства впервые стартует в небо с высоты в 1500 метров. Особое внимание мы обращали на и хребты, и склоны. Особенно, где есть тень. За тенью можно было не обнаружить. Если даже человек ляжет, его там будет не видно. Также внимание обращались вдоль горных рек. Там была некая растительность. Там тоже очень легко было спрятаться. Наш беспилотный комплекс позволил исследовать все участки местности и отработал с высокой точностью. С учетом разведданных оптимизирован дальнейший маршрут группы. При этом сокращен район поиска. Из него исключили проверенное «Москитом» площади. Перед наступлением сумерек – короткий отдых. Пожалуй, никогда еще белорусские военные не устраивали привал в столь экзотичном месте. Этим парням точно будет о чем вспомнить. Правда, мысли сейчас у них совсем о другом, а именно о том, как выполнить свою миссию. Темнота в горах наступает внезапно. Наша съемка прекращается, чтобы не выдать надкамерным светом группу, которая сейчас использует приборы ночного видения. В гористой местности ночью ходить – это сложно. Приходится вымерять и просматривать каждый шаг, чтобы не отступиться, не упасть, не соскользнуть. У нас есть приборы ночного видения, монокуляры. Двигаемся с монокулярами, только расстояние между дозорами ближе, чем днем. За ночь проходим еще два десятка километров. Результат – полное обследование района. Собранная по крупицам информация, в том числе от других разведгрупп, позволяет командованию нанести ювелирный удар по боевикам. Работает артиллерия и авиация. Интенсивность и точность огня не оставляют диверсантам в горах ни одного шанса. И в этой развязке – заслуга каждого белорусского разведчика. Мы осознавали, что за нами смотрит весь мир, и мы представляем Министерство обороны Республики Беларусь. Такая работа. Шагу назад. Шли вперед, потому что мы разведчики. За плечами был очень тяжелый груз. Ну, горы здесь, конечно, было очень сложно, но мы задачу выполнили, справились со всем. К утру обе группы собираются в точке эвакуации. Наступает крайний этап уникальной экспедиции. На обозначенную площадку приземляются вертолеты. Разведывательный отряд уходит домой. Без потерь и с огромным опытом. Учение «Поиск-2018» дало старт масштабной тренировке контингентов государств-участников ОДКБ «Боевое братство». Логическим продолжением совместных действий стали маневры взаимодействия в Кыргызстане. В горах Алатау наш журналист встретился с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майором Александром Вольфовичем. Александр Григорьевич, здравствуйте. Добрый день. Разведчики буквально неделю назад закончили проведение первого этапа учений «Боевое братство» и взаимодействия. По факту это уже как бы следующий шаг в работе многонациональных контингентов. В чем состоит единый замысел и какие задачи отрабатывают контингенты здесь, в Кыргызстане? Эти учения, которые проводятся здесь, на учебном центре Эдельвейс, на территории Кыргызской республики, это очередной шаг в подготовке коллективных сил оперативного реагирования. Обстановка наращивается, и вот здесь коллективные силы оперативного реагирования решают задачи по локализации вооруженного конфликта на территории дружеского государства, которое входит в рамки ОДКБ. Командованием КСОР отрабатываются задачи по планированию применения указанной группировки, а подразделение решает учебно-боевые задачи по уничтожению диверсионно-разделительных групп противника и уничтожению локализации, уничтожению незаконных вооруженных формирований. На учения привлекаются от Беларуси подразделения сил специальных операций. Почему именно на них сделана ставка в данном случае? Почему именно они входят в состав коллективных сил оперативного реагирования? Наши мотострелковые подразделения в Республике Беларусь также высоко подготовлены, как и силы специальных операций, но в рамках совместного соглашения государств ОДКБ принято решение о создании коллективных сил оперативного реагирования, в состав которого включить наиболее мобильные подготовленные подразделения, которые в любой момент обстановки могут привестись в боевую готовность, совершить перемещение, соответственно, и приступить к выполнению боевых задач по защите того или иного государства. 103-я отдельно воздушно-десантная бригада, она мобильная, подготовленная во всех отношениях бригада, личный состав, одно из лучших соединений вооруженных сил Республики Беларусь. Многонациональное учение – это всегда опыт. Чем он интересен на сегодняшний день беларусам? Вооруженные силы Республики Беларусь на сегодня не обладают таким боевым опытом, как другие страны, Российская Федерация в частности. Тем не менее, в ходе занятий по профессиональной дорожной подготовке с офицерским составом, в ходе занятий по боевой подготовке, изучаем этот опыт раз, анализируем этот опыт. Все новые приемы, новшества применяем у себя в ходе мероприятий своих боевой подготовки, на своих тактических учениях, отрабатываем это дело, не стесняемся. Учиться, по-моему, не стыдно ни у кого и нигде. Тем более, что контингенты, особенно сил специальных операций, участвуют во многих мононациональных учениях на территории других государств. Это тоже помогает нам в освоении новых форм, методов, способов защиты своего народа. Спасибо за интервью. А я напомню, с нами был первый заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил генерал-майор Александр Вольфович. В Брестской области прошло совместное учение белорусских и российских десантников. Подразделения действовали сводными группами. Совершали марши, освобождали объекты, боролись с диверсантами. За работой голубых беретов наблюдал Сергей Чураков. Нынешняя тренировка отличается длинной линейкой применяемого вооружения и широкой географией. Подразделения действуют в квадрате 200 на 200 километров, решая самые разные задачи. Мы действовали днем, мы действовали ночью. Мы действовали с преодолением водных преград. Военнослужащие совместно отрабатывали вопросы по деблокированию незаконных вооруженных формирований. Поражались базы подготовки боевиков с применением средств радиоэлектронной разведки. Практически были отработаны вопросы ведения разведки беспилотными авиационными комплексами, применения самых современных средств тепловизоров. Яркий эпизод тренировки – освобождение захваченного террористами аэродрома. Штурм объекта – один из сложнейших элементов подготовки войск. Для действий среди строений подразделения применяют новые бронеавтомобили повышенной проходимости «Дракон». Самым главным и важным элементом в данном штурме было уничтожение диверсионных групп незаконного вооруженного формирования именно в зданиях. Для этого были созданы штурмовые подразделения, сводные, как от парашютно-десантной роты, так же от разведподразделений нашего батальона. Усилены они были инженерными подразделениями, так как зачастую диверсионные группы незаконного вооруженного формирования минируют подходы к зданиям, двери, входы в подвалы. Буквально с первого дня учения достигнут максимальный уровень согласованности командиров. Для белорусских и российских десантников это четвертое совместное учение в 2018 году. С каждым разом задачи становятся все более разнообразными. Помимо ведения контрдиверсионных действий были отработаны вопросы тылового и технического обеспечения. Это порядок доставки боеприпасов, запасов материальных средств батальонам, которые ведут боевые действия на удалении, прикрытие колонн. Это применение авиации досмотровых групп, применение бронетанковой техники, выставление артиллерийских подразделений на маршрутах движения с целью прикрытия и обеспечения безопасности движения колонн. Особая задача – доставка боевой техники воздушным транспортом. Для оперативной переброски войск белорусские и российские авиаторы действуют в едином строю. Загрузка машин и орудий происходит на аэродроме под Барановичами. Участвовал в полете шесть самолетов Ил-76. Мы возглавляли боевой порядок. Скажу, что сегодня были непростые метеоусловия на пределе. Нижняя граница облаков 550-600 метров и очень плотный боковой ветер. Предельно запустимый. Отработали отлично. Большие грузы на платформах легли точно в площадку, точно для десантирования боезапаса и орудий используется парашютная платформа П-7. Она способна доставить на землю груз массой до 9,5 тонн. Мы впервые применили тяжелую воздушно-десантную технику на Брестском полигоне. Десантировали практически такие системы вооружения, как гаупицу Д-30, зенитная установка ЗУ-23-2, а также было десантировано 4 единицы бронетанковой техники, бронетранспортеры БТР-Д. Уже через несколько минут после приземления гаупица Д-30 стояла в составе основных артиллерийских сил. Обязательный элемент – проверка боя. Техника показала себя с наилучшей стороны. Платформы для приземления показали свою превосходную работу. Тем самым гаупица не вышла из строя и смогла вступить в бой. Тренировка завершилась разгромом неприятеля. При этом россияне освоили белорусскую военную технику, обрезки и голубые береты усвоили тактику действий соседей. Десантники прочно закрепили опыт работы в сводных подразделениях. Уходящая неделя в Беларуси проходит под знаком Дня Матери. Слова благодарности и признательности в эти дни звучат в адрес женщин Министерства обороны во всех воинских частях и соединениях. Материнство – тяжелый труд, без отпусков, выходных и права на ошибку. Это ответственность, долг и великое счастье. Так говорит военный врач и мама со стажем Юлия Медушевская. Сказала, что все будет хорошо и все получится. Эту фразу заведующая гастроэнтерологическим отделением главного военного клинического медицинского центра постоянно повторяет своим пациентам. Юлия Викторовна признается, и дома, и на работе важно вовремя сказать слова поддержки. Любой доктор, неважно военный или гражданский, он все равно отдает часть себя своему пациенту. Если он хочет, чтобы у него что-то получилось, нужно вкладывать какой-то кусочек самого себя. И уже тут в зависимости от человека, от конкретной ситуации, поэтому это сложно, но это интересно, это приятно, когда есть отдача особенно, когда ты видишь какую-то радость со стороны пациента, смотришь, у него улучшаются анализы, у него как-то проявляется какая-то внутреннее ощущение, что он поправляется, и ты поправляешься вместе с ним. Недавно к коллективу отделения присоединился Кирилл Медушевский, сын Юлии Викторовны. Пятикурсник медицинского университета твердо решил стать продолжателем семейной династии. Свободный от учебы время он выполняет обязанности медбрата под руководством главного в своей жизни учителя. На работе он достаточно строгий руководитель, потому что все-таки на ней лежит ответственность достаточно большая. Ведь дома, конечно, поменьше, поскольку все-таки семья, душевная обстановка, и как-то мы находим общий язык, и строгость такой незаметна. Ответственности, конечно, больше, потому что, ну, и внимание, и мне хочется, чтобы он воспитался. Во-первых, мужчины, они мужчины вообще должны быть ответственными людьми. Мужчина должен отвечать за то, что он делает. Вот неважно, чем бы, опять-таки, чем бы он не занимался. Военный врач, наставник, супруга. Много лет Юлии Медушевской удается совмещать разные роли. Однако и дома, и на работе она всегда остается матерью, прекрасно понимая, как волнуются за своих детей те, кто дал им жизнь. Проецируешь их переживания на своего сына, да, их там, какие-то переживания их мам на саму себя, потому что все мамы волнуют из-за своих мальчиков. Ну, вообще, мамы, положено мамам волноваться из-за мальчиков, из-за девочек, потому что, ну, такая материнская доля переживать за своего ребенка. И поэтому, ну, наверное, в этом и есть счастье тоже. В этих переживаниях, наверное, в этом тоже есть какое-то такое. Без этого нельзя. Видимо, не случайно главные для человека слова – земля, жизнь, семья, женского рода. А защита родины матери всегда была главным делом настоящих мужчин. В конце недели наша съемочная группа отправилась в одну из частей белорусской армии, чтобы понять, как влияют время и расстояние на чувства солдат и их матерей. Здравствуй, мама. Как ты? Раньше я редко задавал этот вопрос. Дела, заботы, друзья. А теперь очень часто думаю о тебе. Умение ценить родных, когда на общение положено так мало времени – это урок, который мне преподала армия. И действительно, у солдата забот всегда много. И даже за месяц до увольнения в запас находится неотложное дело. Сейчас я занимаюсь переводом своего автомобиля на зимний режим эксплуатации. Хочется оставить после себя хороший автомобиль, чтобы меня вспоминали добрым словом. Ведь с ним я прошел очень много. Было всего на самом деле. И никогда меня не подводил. Все было в порядке. Он у меня такой обязательный парень. Я старалась воспитать настоящего мужчину. Но думаю, без службы в армии вряд ли это получилось. Она говорила, что армия – это путь становления парня в мужчину. Всю службу меня поддерживает в военкомате. Сынок, только не волнуйся, все будет хорошо. Я не ошиблась. На самом деле он стал более дисциплинированный, он стал мужчиной, настоящим мужчиной. Армия ему нужна была. А еще у Андрея появились настоящие, верные друзья. Конечно, друзей определенно сохраню. Можно и в Гродно съездить, и под Гомель, и попутешествовать, и побывать у них дома. Уже куча приглашений. Естественно, будем поддерживать с ними отношения хорошие. И есть о чем вспомнить. А твоя фотография, мама, у меня всегда с собой. Я так соскучился по тебе. Перед отбоем всегда вспоминаю детство. А теперь я тут. Защищаю тебя. Я на боевом посту. А скоро я вернусь. Люблю. Целую. Твой солдат. Вы смотрели «Арсенал». С вами был Владимир Бурко. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего доброго. До встречи на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова